В этом месяце лучшие студенты Актюбинских вузов и СУЗов стали обладателями ежегодной именной стипендии Акима области. Вручение прошло в Акимате Актюбинской области 8 июля в ходе заседания Совета по делам молодежи. Председательствовал на мероприятии глава региона Ондасыну Розалин. Президент Касымжумарт Кемелевич Тукаев в своей статье «Независимость дороже всего», с которой, уверен, вы все знакомы, уделил внимание поддержке талантливой молодежи, дал ряд поручений, активная реализация которых является одной из приоритетных задач для нас, в их числе вопросы качественного образования, решения и других социальных вопросов, в том числе обеспечения жильем. В свою очередь, со стороны молодежи мы ожидаем большей социальной и гражданской активности. Перед чествованием студентов собравшиеся рассмотрели вопросы развития молодежного предпринимательства, реализации молодежной политики в Шалкарском районе и предоставления стипендий студентам. От имени Шалкарского района выступал его Аким Жан Булат Жидиханов. Молодежный ресурсный центр, который тесно сотрудничает с молодежью нашего района, работает с 2013 года. У нас действует центральный специальный корпус. В штате районного молодежного ресурсного центра трудятся 10 человек. В служебных целях для участников программы предназначен и транспорт. В ходе заседания Аким области дал ряд поручений по всесторонней поддержке молодежи. Его слушателями стали не только студенты и руководители госучреждений, но также и общественники и активисты. Все те, кто способен воплотить в жизнь идеи правительства. За последние три года молодым октябинским предпринимателям мы выдали гранты на реализацию 15 проектов общей суммой 63 миллиона тенге. Это такие проекты, как организация стоматологии в Хабдинском районе, сооружение теплицы в Иргинском районе, получение рыбной икры в Каргалинском районе, изготовление декоративных изделий в Алгинском районе. По данным из областного управления предпринимательства, в нашем регионе ежегодное число субъектов малого и среднего бизнеса только растет. За последние два года их число выросло на 10%, и сейчас составляет почти 80 тысяч. Из них 13 тысяч – это предприятия молодых бизнесменов. Их число за последние два года выросло на четверть. За время существования именной стипендии Атакима области она была присуждена 1219 студентам из высших учебных заведений и 330 студентам технических колледжей. В 2020 году общая сумма выплаченных стипендий составила 25 миллионов тенге. В прошлом году 26 миллионов, в этом 33,5 миллиона. Как вы можете наблюдать, сумма выплат только возрастает. Заслушав доклады, он до сыну Розалин поручил областным управлением энергетики жилищно-коммунального хозяйства, экономике и бюджетного планирования, внутренней политике совместно с Горакиматом до октября этого года изучить возможность запуска в регионе льготной ипотечной программы для местной молодежи. Кроме того, Аким области поручил до конца года реализовать в регионе инициированный главой государства проект Таульсисдек Орпахтары в целях поддержки инициатив активной молодежи. Заседание завершилось вручением лучшим студентам вузов и колледжей сертификатов на получение именной стипендии Акима области. При присуждении стипендии приоритет был отдан молодым людям, носящим вклад в развитие волонтерской деятельности, студентам, активно участвующим в общественных работах и в развитии родного края, а также студентам из социально уязвимых категорий населения. Я единственное мечтала стать учителем и передавать свои знания. Также я в будущем планирую работаю в специальности учреждения английского учреждения. Я состою во многих клубах в колледже и вне колледже веду активную журналистику. И вот хотела бы поблагодарить моих родных и близких, моих учебных учреждений в моем колледже. И также спасибо вам огромное за то, что вы выделяете нам стипендию, за то, что вы продвигаете молодежь к среднему прогрессу. Юная София Гнатюк учится на втором курсе колледжа Дуние по специальности «Иностранный язык начальное образование». Размер стипендии, по словам девушки, составил 100 тысяч тенге, и она является единоразовой. София уверена, что подобные меры поощрения молодежи положительно скажутся на их дальнейшем развитии и развитии их будущих стремлений. Я активна не только в колледже, но и в Неневу. Я состою в группе волонтеров города Ак-Тубе. В колледже я состою в некоторых клубах, играю на гитаре там, театральный клуб. Также у меня есть свой клуб английского. Также я занимаюсь спортом очень долго профессионально и изучаю английский с пяти лет. У вас есть свой клуб английского, то есть вы там преподаете? Я не преподаю, я между своими студентами объясняю темы, которые они не поняли после уроков. Но это считается как клуб. Девушка изначально планировала связать свою жизнь со спортом. С восьми лет она занималась волейболом, но получив серьезную травму, ей пришлось повесить кроссовки на гвоздь. Тем не менее, Софию это не сломило, и она продолжила самосовершенствоваться, только уже в других направлениях. У меня вся семья активисты, меня вдохновляют мои родители. У меня также сестра спортсменка и младшая сестренка спортсмены. И вот я решила как-то связать свою жизнь с этим. И в дальнейшем вы сейчас получите эту стипендию, на что планируете ее потратить, как ее реализовать? Я доплачу за свою учебу и планирую взять ракетку для тенниса. Ракетка для тенниса наоборот стоит? На которую я хочу около 60 тысяч. Всего в этом году на именную стипендию от Акима области претендовало 300 студентов, из которых специальная комиссия выбрала 188 наиболее подходящих кандидатур. Сегодня в нашем мероприятии проводится вручение стипендий от Акима области. В этом году отбора прошли 188 студентов. Из них 148 с высшего учебного заведения студентов. И 40 студентов получается из технических, ну с колледжей. По 200 тысяч вручается студентам высшего университета. И 40 студентов получается это колледж вручается. Студентам колледжей выплачивалось в рамках стипендий по 100 тысяч тенге. Учащимся вузов по 200 тысяч тенге. По словам руководства Молодежного ресурсного центра области, в этом году выросли не только суммы выплат, но и число получателей стипендии. Первый отчество – успеваемость. Если лечим, кто учит. Второй отчество – это общественные. Участвуют в общественных программах. Вот эти, которые вторые категории. И третьи категории – состояние семьи, многолетней, можно сказать. Струдных там получается. Вот такие студенты прошли. Отбор. Сотрудники Молодежного ресурсного центра за первое полугодие 2022 года проделали немалую работу по развитию активного образа жизни среди октябинской молодежи. С 13 по 14 июля в стенах их учреждения прошел семинар-тренинг «Топ-интенсив», в рамках которого специалисты центра обменивались опытом насыщенной общественной жизни. Вообще на первом полугодии у нас снизилось количество категорий молодежи «НЕТ». Было проведено более 100 мероприятий для молодежи. Было проведено два областных форма больших. Было очень много проделан на работе. Теперь вот мы будем обсуждать, подводить итоги и готовиться на второй полугодии. У нас есть большие символы для молодежи. Мы, получается, предоставляем площадки для их реализации, их потенциала. Проводим концерты туда, приглашаем молодежь. И вот в последнем мероприятии у нас было вручение именной стипендии Акима области. Там вот именно активно молодежь, творческая молодежь подширялась. Благодаря деятельности активистов ресурсного центра, безработных и необразованных молодых людей, представителей так называемого поколения «НЕТ» становится меньше. Каждому из них дают понять, что благополучие целого общества строится за счет вклада каждой отдельной личности. И кому, как ни молодым, строить это благополучное будущее для всей страны. В Акцебинской области молодежь стала чаще обращаться к идеям собственного дела. Предприятия малого и среднего бизнеса растут за счет новичков. Молодые бизнесмены готовы предоставлять не только сервисные услуги в качестве индивидуальных предпринимателей, но и создавать небольшие производственные мощности. Так, если в минувшем году у зарегистрированных предприятий малого и среднего бизнеса в регионе было порядка 60 тысяч, то и сейчас эта цифра выросла до 75. Правда, 10-15% от общего числа не действующие. В то же время государством оказана помощь в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Было рассмотрено 660 проектов бизнеса, 189 из них – молодежные. Также за три года 15 молодых предпринимателей получили гранты на общую сумму 63,5 миллиона тенге. Мы сейчас стараемся большое внимание уделять проблемам молодежи, потому что это наше будущее. От того, насколько успешно они смогут себя реализовать по окончании вузов и колледжей, зависит, насколько успешно будет развиваться наш регион в плане экономическом, социальном, культурном и спортивном. Отрадно, что молодежь активно включается в бизнес-процессы, многие открывают собственные предприятия, но для этого нужна поддержка государства. Спасибо за прошу! Продолжение следует...